Наратор Бум Ну что, хорош трепаться! Поехали! Впервые герой появился в 37-м выписке комиксов «Болотное чудовище» как персонаж второго плана. С 1988 года по 2013 год является главным героем серии комиксов Джон Константин «Посланник Ада». В 2011 году выходит параллельная вселенная комиксов «Новая 52», где Джон также принимает участие. В декабре 2015 года серия «Посланник Ада» была перезагружена и выходит по настоящее время. Авторами Джона Константина являются Алан Мур, Джон Риджвей, Стив Дилан, Джейми Делану и другие специалисты и художники. Стоит отметить, что в классической серии «Джон Константин – посланник Ада» герой стареет естественным образом. Так, в 1988 году ему 35 лет, а в 2013 – 60. В последующих перезапусках DC омолодила своего персонажа. Интересный факт. Изначально внешность Джона создавалась с оглядкой на известного певца Стинга. В таком образе он просуществовал множество лет, пока руководство не стало опасаться авторских претензий и не исправило лицо детектива мага. В своих первых появлениях в «Болотном чудовище» прошлое Джона было тайной. Полную историю жизни детектива читатели узнали только с выходом «Посланника тьмы». Джон Константин родился в Ливерпуле в 1960-х годах и большую часть юношества провел в Лондоне. Его мать Мэри Энн Квинн была беременна двойней, но Джон случайно задушил своего брата в утробе матери. Мэри не смогла пережить роды, а его отец Томас Константин с ранних лет винил сына в смерти жены. Томас стал пьяницей и в конечном итоге попал в тюрьму за кражу женского нижнего белья. У Джона была старшая сестра, Шерил Константин, которая взяла на себя обязательства по воспитанию брата. Они переехали к своей тете Долли, а позже к дяде Рою. Там Джон рос до 17 лет, пока не сбежал из дома. Еще с ранних лет Джон был очарован оккультными науками. Его род, известный как первые постоянные, с давних времен является носителями магической силы. Константин пытается отлечься от тяжести семейной жизни и с головой уходит в изучение оккультизма. В конце концов, в 1969 году он начинает жить отдельно, деля жилую площадь с Чессом Чендлером. Они сразу становятся лучшими друзьями на многие годы. С самого начала своих приключений Джон Константин был показан как заядлый курильщик. Его любимыми сигаретами являлись Силкат, а позже Мальбора и Камал. Несмотря на свою вредную привычку, он яростно осуждает наркоманов и называет их «грязные жалкие ублюдки». В 1970-х годах Джон принимает участие в различных оккультных кругах Лондона. Он путешествует в другие страны и посещает Сан-Франциско, где встречается с волшебницей Затану Затару. С 1977 года он увлекается панк-роком, состригает свои длинные волосы и называет себя Джонни Конджоб. Он решает создать собственную рок-группу «Слизистая оболочка», куда входит его друг Чендлер, барабанщик Бино и ливерпульский товарищ Герри Лестер. Позже они выпускают свой музыкальный альбом. В 1980-х Джон выступает на публике в качестве фокусника и предсказателя. Он получает известность после того, как предсказывает покушение на президента США Рональда Рейгана. Первое расследование Джона Константина в оккультной сфере произошло на гастролях «Слизистой оболочки» в Нью-Касле. Джон обнаруживает последствия оргии магов и пострадавшую девочку по имени Астра. Астра смогла наколдовать отвратительного монстра. Он справился с магами, но позже начал мучить девочку и отказывался уходить. Джон решает проявить героизм и предлагает своим друзьям и знакомым оккультистам вызвать собственного демона для победы над чудовищем. После вызова демон побеждает чудовище, но оказывается не подконтрольным Джону. Новая бестия забирает Астру в ад и исчезает. Это событие глубоко потрясло Джона. Он получает нервный срыв и ложится в психиатрическую больницу, где проводит несколько лет. Вина за Астру мучает Джона несколько лет. Пока в середине 1940-х годов ему не удается использовать свое магическое мастерство и не вернуть душу девочки и других детей из ада. В дальнейших приключениях врачи находят у Джона рак легких. Один из демонов, известных под именем Первый, обещает Джону невероятные страдания в аду, когда тот умрет от болезни. У Джона рождается план, как избежать этой участи. Он тайно продает свою душу двум другим лордам ада. Когда они обнаружили, что Джон умирает от рака и у него личные счеты с первым, то не могли допустить его смерти. Ведь тогда начнется война за его душу и в выигрыше будет только одна сторона. Бог и его ангелы. Они вылечивают Джона от рака легких и дают ему возможность жить дальше. Эта манипуляция сильно злит первого и тот обещает отомстить Джону. Его месть почти удается, но Джону удается остаться в живых. Тем не менее, многие его друзья в ходе этого противостояния были убиты. Ну что ж, это был краткий биф от Джонни Константиня. Если вам нравится такой формат и вы хотите продолжения, то подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а также не забывайте писать комментарии. С вами был Наратор Бум. С нами комиксы оживают.